И всем привет, ребят! С вами Строманки и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового обновленного молота. Вчера вечером мы на стриме протестировали безумно большое количество разных комбинаций с этой пушкой. Сегодня мы начнем с обзором двух устройств на корпусе Викинг, на тех самых устройствах, на которых раньше оно было актуально. Посмотрим, насколько удачно получится реализовать данные два устройства, а именно устройство слагерь и устройство дуплет. Второе устройство уже давным-давно вышло из меты и многие считают, что оно полностью не актуально. Так и я до вчерашнего дня думал, но многое поменялось в балансе этой пушки и устройство, соответственно, тоже чуть-чуть слегка видоизменились. Начнем сегодня с лагеря. Я думаю, что сыграем мы две катки. Каждый бой на одном устройстве по корпусу, как я уже сказал, мы сегодня будем использовать Викинга. Ну и начнем с того устройства, которое, честно говоря, меня, ну, нисколечки, наверное, не удивило. И да, да, никто не будет спорить, улучшение и буст дрона, ой, дрона говорю, буст молота самой пушки есть, да, и он ощутим. И если сравнивать тот молот, который был у нас до этого обновления и тот, который у нас есть сейчас, он стал в адекватном, неплохом, среднем балансе. Да, то есть из той пушки, которая в последнее время уже была, можно так сказать, не актуальна и я бы ее, например, там, ну, не использовал, да. Сейчас она стала в таком своеобразном среднем балансе и уже имеет место быть, имеет место ее где-то возвращать, одевать. Но насколько жестко она, я вам, честно говоря, пока что сказать не могу, потому что у нас прошло, прошел только один день обновленного молота, да. То есть, по сути, я там не такое большое количество боев сыграл, а надо чуть покатать, чтобы подпривыкнуть обратно, да, после всех страйкеров, фризов, суперметовых и вулканов, чтобы вернуться в тот баланс, на котором мы раньше играли, да. То есть, все-таки, здесь есть уже немножко непривычность использования молота, потому что под него нужна определенная игра, ну, и определенный стиль. Первая катка, на которую нас сегодня закидывает, это Иран. И уже начинаем его очень и очень хорошо. Со слагерем все так же вы имеете 3 выстрела в своем заряде. И, ко всему прочему, у вас очень хорошая кучность выстрела. Дробинок в обойме стало 30. Из них только 9 достигают и максимально могут наносить урона по противнику. Соответственно, вы можете до 4, даже, ну ладно, не до 4, можно сказать, там 3 и еще чуть-чуть танков наносить урон. Если, например, они стоят рядом в куче и вы четко по ним накидываете, да. Но, все равно, я, честно говоря, ну, не замечал того момента, что, например, с тем же слагерем или другим устройством, за исключением бландербаса, можно наносить средней дальности хороший выстрел, который будет наносить урон сразу же по большому количеству танков. Также из хороших плюсов это то, что, как и раньше, молот ваншотает легкие танки. Если они находятся без ДАшки, вы наносите больше 2000 урона, соответственно, за один выстрел вы можете противника уничтожить. По поводу самого Викинга и его использования на молоте, скажу, что реализовывать Викинга молот стало тяжелее. Значительно за счет того, что у нас изменился работа, изменилась дрона, ой, дрона говорю, овердрайва самого корпуса. И поймать вот этот тайминг, да, и понимать, что у тебя есть секунда на заряд самого овердрайва, это, по сути, может приводить к таким ситуациям, когда противник начинает резко контролить вас, либо сразу же уходит, все-таки, пока этот заряд идет, у него есть определенные возможности уйти от дополнительного урона. Но, что касаемо данного боя, скажу, что бой попался нам очень и очень простой, и количество легких танков существенное, да, и получается все очень и очень хорошо. 18 на 2 я иду, надеюсь, на то, что у нас удастся здесь сделать также досрочку. Ну и по такому противнику можно было бы вообще сказать, что молот находится в лучшем балансе, нагибает, разваливает и все в этом духе. Но здесь, как и в любом другом бою, очень многое зависит от противника. Здесь нам повезло, но если акцентировать внимание исключительно на молот, то, ну, пока что я прям 100% выводов по нему, к сожалению, дать не могу. Но мы постараемся сейчас эту каточку, конечно же, выиграть, и желательно бы ее было бы выиграть вообще досрочно. 10 минут у нас еще остается до окончания данного замечательного боя. Ну и будем стараться занимать какие-то четкие позиции. Вообще, если бы я, например, играл бы на каком-нибудь страйкере, я бы стал бы вот здесь сверху и накидывал бы урон. Но с молота, наверное, особо смысла большого нету занимать такую позицию, поэтому будем стараться отыгрывать вот где-то тут. Вот, накидывая попутно урон и контролирую овердрайв на центре. Но сейчас у меня, конечно, 90%, и лучше пусть тиммейт заберет его. Так, а овер в 9.40. Хорошо, это значит, что у нас в 7.40 овердрайв на карте будет. Попытаемся его проконтролировать, забрать. Ну и, конечно же, как можно грамотнее реализовать. Дальность у слагера очень хорошая, да. То есть, я когда вчера первый на обзор брал устройство Blunderbass'а, я был, ну, можно сказать, расстроен тому, что дальность на Blunderbass'е прям ощутимо стала меньше, чем она была раньше до его обновления. Возможно, кто-то играл на Blunderbass'е, который только-только выходил в баланс, да, тот, который был самый-самый, самый старый, можно так сказать, да, от теперешнего времени. И сейчас, когда ты играешь на Blunderbass'е, то чувствуется, что там уже надо играть прям на реально близкой дистанции, чтобы наносить хороший урон по оппоненту. Что касаемо слагера, что касаемо дуплета, то здесь расстояние остается таким хорошим, да. То есть, я бы сказал, что это средняя дистанция, и на этой средней дистанции у вас есть отличная возможность наносить максимальный урон. Также, я бы сказал, что молот очень сильно чувствует резисты, да, исключение это как раз-таки Blunderbass, но на нем тяжелее играть. Он их особо не чувствует, и, по сути, его они не сильно контрят, потому что есть возможность нанесения хороших критических выстрелов. Но, как бы, мы сегодня обращаем внимание немножко на другие устройства, и для слагеря, и для дуплета, который мы сегодня тоже тестанем. Сами резисты могут напрочь убивать вашу эффективность, да, то есть, она будет резко падать, и это будет сильно заметно, да, то есть, это, ну, факт, да, то есть, здесь, как бы, что есть, то есть. По овердрайву, я, кстати, пока разговаривал, уже его профукал, на центре овердрайв уже выпал, но будем стараться все равно сейчас здесь уничтожать противника. Я сейчас чуть-чуть потише звук сделаю, это что-то как-то я чувствую, что у меня довольно громко он звучит. Так, ну и мы идем на досрочку, не сказать, конечно, что мы идем на быструю досрочку, но это все равно досрочка, и это, конечно же, неплохо. 37 килов у меня уже есть, при том раскладе, что у нас от общего количества набито сотка, это довольно-таки неплохой результат, но, как я уже сказал, здесь нам по большей части повезло. Ну и молот, кстати, после того вчерашнего, на котором я катал, как-то чувствуется уже примерно таким же с лагерем, который был у нас до последнего обновления, да. Помните, сколько мы вместе с вами играли на молоте, и на викинге в частности? Конечно, жалко, что самого викинга чуть-чуть все-таки поднерфили, но будем пробовать. Будем пробовать теперь тоже на стримах чаще брать это вооружение, и, быть может, приходить к тому, что оно все-таки находится в не таком плохом балансе, и его можно будет как-то реализовывать и наваливать на нем. Но для молота у меня подготовлено еще, как минимум, три, ну, наверное, три, да, две-три комбины, которые я бы хотел бы в дальнейшем, если вам интересно, протестировать, показать с другими устройствами, и рассмотреть все возможные варианты использования данной пушки в нашей игре. Если вам это интересно, то можете написать по этому поводу в комментариях, дабы я, возможно, чуть-чуть поторопился и побыстрее записал эти самые замечательные обзоры на другие устройства на молоте. Все-таки я считаю, что положительный буст пушки, которая находилась в относительно печальном балансе до этого обновления, сейчас вернет активность тем ребятам, которые, например, раньше очень любили играть на молоте, и они, возможно, даже приобретут какую-то дополнительную новую мотивацию наваливать в нашей вместе с вами игре. Так, но у нас тем временем осталось 20 киллов, до 50 киллов, если бы я дотянул, было бы вообще шикарно, но надо немножко постараться. Так, один есть, второго, к сожалению, у меня выстрелов не хватило, но сейчас мы его заберем. Так, два есть, еще пять киллов мне надо. Овердрайва у меня, скорее всего, уже не будет, но зато есть легенькие вот такие танки, которые можно ваншотнуть, и это один из самых лучших плюсов молота, который был всегда, то, что вы можете ваншотнуть легкий танк. И очень хотелось бы всегда, когда ты играешь на молоте, видеть все-таки эти легкие танки без резистов. Да, тогда, конечно, прям получается очень круто. Так, в очередной раз я пропукал овердрайв на центре, но, благо, здесь противник его реализовать не смог, и, скорее всего, у него полностью овердрайв слетел. Так, Хантер в очередной раз прожимает овердрайв, и, ну, можно так сказать, немножко переигрывает меня. Так, но мы стараемся, стараемся пять киллов до конца. Долетим ли до пятидесяти? Три килла? Нет. Ну, я думаю, что нет, но хотя бы еще один бы кильчик бы дать. Было бы неплохо, но, походу, катка у нас заканчивается. И мы заканчиваем его, эту каточку, с сорок семью киллами. Что, как по мне... А, даже сорок восьмью. Что, как по мне, является, ну, довольно-таки неплохим результатом для старого доброго викинга молота. Теперь мы возьмем устройство дуплет. И я думаю, что стоит нам сыграть теперь уже в режиме контроля точек. Да, это тот самый режим, в котором также викинга молот всегда был актуален. По дрону мы ничего не меняем. Бустер не вижу смысла использовать какой-то другой. Даже кризис, я бы сказал, что он менее эффективен. И бустер, ну, максимально приятен для викинга молота. А по дуплету, если кто не знает, это то самое устройство, которое в своей кассете имеет два выстрела. И перезарядка у этих двух выстрелов примерно такая же, как у бландербаса. Только в бландербасе у вас один выстрел, а здесь у вас два. Два обычных выстрела с неплохой дальностью и неплохой кучностью выстрела после вчерашнего обновления. Но все же эта кучность меньше, чем кучность слагера. Хотя она тоже очень и очень неплохая. Мне вчера сказали, что теперь танк подсвечивается красным, когда вы можете выдать максимальный урон с вашей пушки. И я понял, что здесь с такой хорошей средней дистанции практически всегда у вас есть возможность выдать максимальный урон дуплета. Ну и вообще сам дуплет мне как-то так зашел, понравился, он преобразился. И я честно не думал даже о том, что такое устройство, как дуплет, в наше время сможет вернуть свою актуальность. Все-таки для меня в последнее время, когда я видел в бою игроков, которые играют на дуплете, я всегда говорил, что типа, а, ну если чел играет на дуплете, значит он вообще не шарит за мету, он вообще не понимает, на чем надо играть. Но сейчас я с этим абсолютно не согласен. И у меня даже вчера было ощущение, что дуплет показывает себя лучше, чем слагерь тот же самый, да. Понятное дело, что, например, устройство с поджогом, которое мы раньше использовали, которое потом занерфили, сейчас не будет актуально. И его особо использовать смысла, ну как такового нету. Но дуплет сейчас, ну просто открылся для меня каким-то новым устройством и тем устройством, с которым можно где-то играть, где-то комбинировать, а где-то вообще просто неплохо-неплохо наваливать. Ну и понятное дело, что Viking Overdrive также довольно просто реализуется. Понятное дело, что моментами, когда вы играете против средних танков, которых вы не можете с двух выстрелов уничтожить, это не круто. Но если вы зачастую бьете либо по бездашному, либо по легким танкам, которые вы можете ваншотнуть с двух выстрелов, то дуплет становится прям очень и очень крутым. Ну либо по тем танкам, которые уже получают какой-то дэмэдж от ваших тиммейтов. Вы их также можете целить. Так, у меня появляется Overdrive. Пробуем сейчас его реализовать. Ну, наверное, давайте даже тут прожмем его. Прожмем тут. Два выстрела неплохих. Три кила даем. Так, ну и было бы неплохо еще вот этого уничтожить. Вот, кстати, сейчас у меня там загоралось вроде как красным. Красным это значит, что я должен был сливать противника, ну вернее наносить максимальный урон по нему, но почему-то этот максимальный урон у нас не залетел. Вы видели сейчас, да, дистанция до аптечки. Отсюда нанесла полторы тысячи урона по противнику по ДАшному. То есть это реально хороший, достойный урон с такого расстояния. Все-таки нужно понимать, что молот это, ну, это там не твинс, это не рикошет, да, и задумка его, ну, наверное, не на такую большую дистанцию. А кто, например, помнит, я имею ввиду сейчас, да, не на такую большую дистанцию, но кто помнит молота, который только-только появлялся у нас в игре, то как раз-таки вот именно с такой дистанции можно было наносить даже максимальный урон на молоте. И кучность выстрела у него была тоже очень и очень хорошая. Но по кучности я бы сказал, наверное, что она примерно и сейчас находится на таком же уровне. Ну и когда-то этот же самый дуплет тоже был очень метовый, правда там перезарядка выстрела была побыстрее. Сейчас все-таки перезарядочка чуть-чуть подольше, ну и под это устройство надо уже играть с определенным стилем, я бы сказал, да. То есть вы наносите, например, два выстрела по противнику, потом уходите в какое-то там минимальное укрытие, дабы по вам в этот тайминг не наносили дэмэдж, потом опять возвращаете, опять накидываете и вот так вот играете с ним, да. Но зачастую, конечно, так не получается сделать, но все равно у вас есть возможность реализации этого замечательного устройства. Так, 15 киллов у меня уже есть, не сказать, что это большое количество киллов, да, и ну не сказать, что типа это прям сверх круто и сверх жестко. И если вообще сравнивать слагера и дуплета, то по именно этому видеоролику я бы сказал, что слагер даже показал себя в моменте лучше и интересней. Но, быть может, быть может, они просто находятся примерно на одном балансе, да, и здесь уже идет вопрос вашей грамотной реализации этих устройств в матчмейкинговых боях. Так, у нас уже прошло всего лишь 6 минут, но мы уже почти заканчиваем эту катку. Так, мне выдали диктатор криты, но я попал только одним выстрелом наверх. Ну и вообще здесь по углам, например, вверх-вниз углы очень слабые, очень слабые углы. Если, например, сравнивать эти углы с углами, которые есть сейчас у вулкана, которые есть сейчас у страйкера, то значительно они слабее. Да, и это тоже факт, здесь, ну ничего не поделаешь с этим, к сожалению. Возможно, разработчики будут дорабатывать дальше эту пушку и сделают ее еще более жесткой. И вообще посмотрим, насколько много молотов мы будем видеть в ближайшее время в матчмейкинге. Так, надеюсь, что мы сейчас закончим досрочно эту катку. У нас прошло, конечно, только 7 минут, но уже у нас есть 47 точек, и мне бы хотелось, чтобы мы ее завершили досрочно, подвели определенные итоги данного замечательного обзора и устройства на молот в целом. Но противник пока что две точки захватывает. Я не хочу отпускать просто третью. И постараемся сейчас ее удержать. Ой-ой-ой, это бомба наверх, да? Да, я думал, что она ниже под подъем будет работать. Так, тиммейты забирают точки. Надеюсь, что мы забираем. Надеюсь, что мы забираем и делаем досрочку в этом бою. Овердрайва, к сожалению, у меня нету. Так, пробуем забирать сейчас точку B, за которую противник, к слову, тоже очень неплохо борется. Ну и вот, например, минус, да, вот видите, по мне гром накидывает. И у меня пушка, которая, ну, не может никаким образом до такого расстояния достать. Да, и, соответственно, он меня может спокойно контролировать, пока я захватываю точку и не могу просто накинуть по нему урон. Но это с одной стороны. С другой стороны, конечно, нужно понимать, что это молот. Да, это молот. И даже та дистанция, которую он сейчас уже может наносить, она уже и так очень-очень неплохая. Ну и идея с дробями, которые, например, у вас в обоине имеется, там их сколько? 30 вроде когда, и из них только 9 достигают, ну, максимальное возможное количество, которое наносится по танкам. Мне тоже этот момент с какой-то стороны непонятен, да. То есть, в моем понимании, если у тебя есть 30, с одного молота идет 30 дробинок, то было бы неплохо, если бы эти все 30 дробинок могли бы наносить урон по одному противнику, да. То есть, если бы она бы работала бы так, то у вас была бы еще более жесткая кучность выстрелов. Ну, что я могу сказать по поводу этих двух боев? Слагерь мне понравился больше, хотя вчера, когда я обозревал слагерь и обозревал дуплет, мне больше понравился дуплет. Быть может, просто там была более удачная катка, но в общем и целом, я бы сказал, что эти два устройства находятся в примерно одинаковом балансе, если смотреть с точки зрения молота. Понятное дело, что нельзя молот сейчас сравнивать с страйкером, с даже шафтом, с вулканом, с фризом. Все эти пушки, как по мне, сильнее молота. Но молот сейчас вышел на примерно такой же баланс, который есть у Твинса, у Гаусса того же, у Грома. Ну, Грома даже, наверное, хуже, чем у молота. Ну, например, у Рикошета тоже. Да, на такой небольшой дистанции будет примерно такой же баланс, как у молота. То есть, молот, по сути, вернулся. И у нас появилась еще одна пушка, которая может работать в более сложных ситуациях и боях, когда вам нужно менять свою пушку из-за того, что имеется большое, например, количество резистов от вас. Теперь молот смело в таких ситуациях можете брать, но все равно нужно понимать, что те пушки, которые я перечислил до этого, являются сейчас лучше. Надеюсь, что, может быть, молот еще прибустят. Ну, либо же я сам привыкну больше к нему, вернусь в эту мету. Все-таки Викинга молот относительно недавно показывал очень и очень хорошие результаты. Быть может, и сейчас удастся добиться чего-то, и это, наверное, одна из немногих пушек, которая склоняет меня к тому, чтобы взять непосредственно корпус Викинг. Хотя, как я уже и сказал, у меня есть еще как минимум две, может быть, даже три комбинации, с которыми лучше все-таки использовать другой корпус. Поддерживайте видео ролик лайком. Пишите, друзья, конечно же, что вы думаете по поводу обновленного молота, если вы уже играли на нем. Какие устройства, по вашему мнению, стали наиболее интересными и на каких бы устройствах вы вообще бы сейчас предпочитали играть. Пишите, будет интересно все это дело почитать. Поддержите видео с лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Инвестер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.